Биндерский порт Для предприятия теперь это обычное дело. Раньше были долги по зарплате, застой. Сейчас время перемен. Если сравнить предыдущих 5-10 лет, то, конечно, хорошо. Желательно, чтобы так было все время. Работа, слава богу, есть. То плохо, что запчастей нет. Старых запчастей, что есть, делаем, собираем, меняем. Речники поэтапно ремонтируют плавсредства. Основные работы проводят в этом доке. Здесь уже восстановили две баржи и четыре толкателя. Такого масштабного ремонта в порту не было 15 лет. Перспективы у нас есть. На каждом жигу мы сегодня говорим о том, что мы можем зачистить насосные. Допустим, вводы воды сегодня есть. Вопрос о том, чтобы зачистить насосную, которую питает водой Кишинев. Если нам повезет, мы заключим контракт и, конечно, туда пойдем работать. У нас флот для этого есть. Нам понадобится, наверное, плавкран, боржа и теплоход пока на первых порах. А есть еще работы для наших растительных систем. В этом году также мы прекрасно поработали на санации русла реки Днестр. Выбрали там древесину эту затонувшую. Предприятием занимаются специалисты государственной управляющей компании. Именно она помогла получить разрешение на санацию Днестра на участке между Бендерами и Чобручами. Дно реки чистят и углубляют. Если 2-3 года назад им фактически нечем было делать, то есть коллектив был достаточно деморализован и неработоспособен, скажем, на сегодняшний момент и коллектив готов, и технические средства восстановлены для таких работ. То есть вот ту ситуацию, которую мы сейчас видим на Днестре, если будет должное финансирование заложено, то у нас как минимум есть предприятие в состоянии его исполнить. Потому что при прочих равных ситуациях можно заложить какую угодно сумму в бюджет, просто некому исполнять здесь. В Днестру от Дубасарской плотины и вниз до устья просто нет другого исполнителя, кто может технически выполнить эти работы. В планах на будущее производить строительную смесь на основе речного песка. Из нее можно будет изготавливать тротуарную плитку, говорят специалисты.